Введение закона не уменьшит алкоголизацию, а только ее увеличит. Так считают предприниматели. По подсчетам бизнесменов, после принятия нового алкогольного закона в области закроются почти 2000 магазинов. Люди останутся без работы. Мы возмущены тем обстоятельством, что проект столь значимого для предпринимательского сообщества закона готовится в тихушку без учета нашего мнения. Мы возмущены отношениям губернатора к представителям малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания. С запретительными мерами власти хотят снизить в области потребление спиртного. По новому законопроекту алкоголь в амурских магазинах перестанут продавать с 7 вечера до 11 утра. Не только в период ЧС, а постоянно. Разрешение на торговлю горячительным получат только магазины определенной площади. Обсудить нововведения пришли предприниматели, общественники, чиновники и депутаты. Одни новый законопроект поддерживали, другие критиковали. Некоторые доказывали свое мнение цифрами, некоторые стихами. Им наплевать, что будет через 300 лет на Руси. Им нынче пить, дожрать, охоглушить по их трехпалым цивистам, чтобы наш народ не смог больше страдать. А вот тот человек, который злоупотреблял или даже злоупотреблял алкоголь, если он не найдет водки у себя в ларьке, вот честно, я сомневаюсь, что он пойдет в прорубь купаться, на горные лыжи встанет, или хуже того, что художественной гимнастикой занимается. Положения, связанные с минимальной площадью торговых залов, возмутили не только предпринимателей. В более выгодном положении в случае принятия законопроекта окажутся крупные магазины. Можно было бы снизить, ну это вот мой личный взгляд, количество, объем, скажем так, магазинов по квадратам. То есть для того, чтобы у нас не получилось, что супермаркеты, гипермаркеты, а владельцы этих супермаркетов, гипермаркетов начали диктовать нам цены. То есть задавив малое и среднее предпринимательство, то есть мы получим... Площадь магазинов, торгующих спиртным, будет зависеть от числа жителей в населенном пункте. Так, например, в поселке с населением до тысячи человек магазин с алкоголем должен быть площадью 75 квадратных метров. Других методов, как сократить количество точек, нет. Только площади в зависимости от населения. Другой вопрос, что сегодня можно, благодаря вот этим слушаниям публичным, работе группы экспертов, можно принимать предложения по конкретным площадям. То есть, допустим, сделать в селении 75, а 50. Участники слушаний предлагали изменить требования к площади магазинов, запретить продавать любой алкоголь в жилых домах, вообще не принимать законопроект. Их предложения проанализирует рабочая группа при областном министерстве внешнеэкономических связей. Принятие предлагаемого закона сократит прогнозируемое количество лицензиатов на территории области с 424 до 41. Количество объектов, реализующих алкогольную продукцию, с 2150 до 206. Предполагается, что областной закон, ограничивающий продажу спиртного, может вступить в силу уже этой осенью. Ирина Стругачева, Василий Пронькин, Альфа Новости.